Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но медикам ни о падении, ни об ударе малышке мать не сказала. Следователи выясняют, откуда на теле ребенка синяки. Сейчас девочка находится в больнице, ее мать задержана. Дилеров международной наркосети отправили за решетку в Краснодаре. Двух уроженцев Владивостока, промышлявших в столице Кубани, суд приговорил к шести с лишним годам колонии каждого. Наркополицейские доказали, что мужчины делали так называемые закладки по всему городу. Масштаб впечатлял. В каждый тайник дельцы прятали от 100 до 200 доз зелья. Одна такая сделка приносила им около 250 тысяч рублей. На съемных квартирах подельников оперативники нашли больше 18 килограммов синтетических наркотиков. Задержанные лица заказывали реагенты для изготовления синтетических наркотиков на сайте, который контролировала так называемая шанхайская группировка, ликвидированная в ходе успешной антинаркотической операции, проведенной ФСКН России в январе-феврале 2015 года. Масштабные международные спецоперации по задержанию верхушки этого преступного бизнеса прошли в Москве. Как оказалось, наркосиндикат поставлял в Россию из Китая концентрат, который в дальнейшем использовали для приготовления спайсов. Наркотик перевозили сотнями килограммов, маскируя в одежде, пачках из-под сигарет и бытовой техники. Далее товар через свои интернет-сайты переправляли в разные регионы страны. Еще одному наркодилеру предстоит ответить перед законом. 26-летнего уроженца Майкопа задержали в Краснодаре. Молодой человек, заметив полицейских, попытался убежать. В карманах его одежды оперативники нашли 9 пакетиков с кристаллообразным веществом. Молодой человек признался, что решил подзаработать и уже успел спрятать наркотик в двух тайниках. Что за вещество распространял майкопчанин, установит экспертиза. Сотрудники наркоконтроля просят жителей Кубани сообщать обо всех подозрительных лицах и фактах сбыта запрещенных препаратов. Телефон доверия сейчас на экране. Героям следующего материала не помешало бы заново выучить правила дорожного движения или хотя бы повторить. Из-за ошибок за рулем страдают и нарушители, и другие автомобилисты. Далее несколько подобных примеров с улиц Краснодара. Парочку отчаянных автомобилистов запечатлели камеры на дорогах Краснодара. Один из них в районе МНТК не смог войти в поворот и влетел в фуру, которая ехала рядом. Другой, похоже, решил подрезать КАМАЗ на красных партизан и Тургенева. Обоим смельчакам все же повезло, отделались лишь помятым кузовом. Не помог русский авось водителю «Газели», который решил проскочить перекресток Ставропольска-Шевченко, несмотря на знак «Уступи дорогу». «Белая иномарка» на полном ходу протаранила отечественный грузовичок. Проигнорировал знак и также поплатился водитель этого белого кроссовера. Заканчивая маневр с разворотом, он практически лоб в лоб сошел со слегковушкой. Это «Селезнево» поворот на Волжскую. Сбытчиков фальшивых денег задержали в Краснодаре. Преступный бизнес организовала пара из Тимошевска. Их машину на въезде в Кубанскую столицу остановили инспекторы. Обыскав авто, правоохранители нашли 245 тысяч поддельных рублей. Как действовали сообщники и кто помог их разоблачить, расскажут мои коллеги в программе «Факты». Вы можете быть соавторами нашей программы, если вдруг стали свидетелем происшествия или жертвой обмана. Звоните в редакцию или присылайте письма. Адрес на экране. Главное, не становитесь героями нашей программы. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok